МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проверим слова и ноты. Неужели три финалистки споют об одном и том же? Возможно, у них там есть плагиат. Цитируем классиков, сравним песни конкурсантов с мировыми хитами и найдем два отличия. Очевидно, что есть схожесть, и мы не пытаемся даже это отрицать. Все, что накипело у финалистов за неделю, о чем они хотели сказать, а журналисты боялись спросить. Смотрим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приготовились? И... Все ради этого. И... Раз, два, три, четыре. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дойду я уже. Вместо команды «Мотор» режиссер на площадке кричит «Вы в танцах». Эй, продюсер! И просят светиться от радости. Аплитуда, аплитуда! Больше, больше, больше! Давай, давай! Но при этом широко не улыбаться. Такое ощущение, что ты ходишь в маске, и так немножечко от тебя сложно улыбаться. Накануне съемок конкурсантов попросили черное не носить, а белое надевать, потому что придется много танцевать. У нас есть фирменное движение, можем продемонстрировать. Ну, вот такое немножко уст. Давай! Давай, рад. Среди участников тут же поползли слухи. На площадке всех вымажут в краску, которая не отстирывается и не отмывается. Нам обещал Юра Ирошек, что она смывается. Этому человеку можно доверять, вы думаете? Чтобы развить слухи и не ударить в краску лицом, режиссеру визита к Юре Ирошеку пришлось все испытать на себе. У нашей команды ходили два дня с этой краской на лице. И я могу верить, ребята, все будет хорошо. Однако не все конкурсанты поверили режиссеру. Дуэт Лермонт и Кс Джулик наотрез отказались раскрашиваться. Там просто было написано, что краску нельзя использовать. И при попадании на кожу нужно удалять руку. Не надо даже пытаться смыть ее, просто отрезать. Весь процесс был на грани срыва. А ведь краска на лицах и белый цвет одежды – обязательное условие съемки. Спешка в том, что вот, оно видно, вот только светильный тупилет, лампы. То есть вот, смотри, нету. Есть. Нету. Есть. Очень такая ерунда. Узоры на лицах конкурсантов – не просто красивые рисунки. Это белорусский орнамент. У каждого участника свой символ. 63 узора было найдено, из них мы выбрали 13. Объяснили наличие этого крестообразного предмета на лице девочки. Это просто, это знак невинности. На съемке группа «Нави» была в полной уверенности, что в визитках они появятся с символом, который выбрали сами. Этот символ расцвета, природы и жизни. Чем бы хотелось, чтобы он как-то, в общем-то, заиграл на наших лицах. Однако режиссер не оставил музыкантам выбора. Орнамент «Нави» было решено разделить на двоих. Юра, чем тебе не понравился наш символ? Артем и Ксюша даже и подумать не могли, чем это все для них закончится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Снято. Ни за чего не убоятся. Я обожаю целоваться. Мы же вроде целовались. Мы не целовались. Это нельзя на телевидении делать. Можно. Все. Нас смотрят дети и Миша Нутеки. Мы не можем. Если на «Ави» пришлось целоваться, то Нутеком драться. Прямо на съемочной площадке. Мы врубили ему зло, и все пошло. Пока одни конкурсанты танцевали, другие пели за кадром. Настя Шеверенко и Анжелика Пушнова на съемку пришли на высоких каблуках. Певицы до последней минуты верили, что красивые туфли танцам не помеха. Сняла красивые туфли, потому что нужно танцевать, и танцевать клево, раскрыто. Влад Курасов приехал из Киева в Минск специально для съемок визиток. И уже вечером снова улетел в Астану. Певец называет себя гражданином мира. Родился в Белоруссии, вырос в России и вот уже пять лет поет в Украине. Моя семья здесь жила достаточно долго, но в то время военный папа – это постоянные переезды по всему СНГ. После удачного выступления на украинском «Экс-факторе» Курасов зарекся больше никогда не участвовать в шоу талантов. Все получилось. Однако обещание нарушил. И сейчас Влад снова в игре. Он живет на три города и разрывается между двумя шоу – «Евровидением» и «Казахстанским голосом». Мне нужна была какая-то встряска. Я подумал, что снова здорово вгнуться снова в какой-то такой круговорот конкуренции, не знаю, в каких-то битв, в каких-то баттлов, в каких-то надломах себя. Потому что вот не хватало какой-то живинки, что ли, в моей жизни. Причем проигрывать ни в одном шоу Курасов не собирается. Даже боится думать, что будет, если удача ему улыбнется дважды. Кто знает, я не могу загадывать вперед. Посмотрим, как все будет складываться на голосе. Попасть на «Евровидение» Влад мечтает давно. Год назад он уже пытался поехать на конкурс от Украины. Но тогда судьи решили, что он еще не готов и слишком молод. Мне кажется, что Павел пока все-таки не готов, и еще пока артист не сформировался. Это был отличный опыт. Я многие вынес для себя уроки. И в этом году все будет гораздо лучше. Я уверен. В том, что он прошел финал белорусского отбора, Курасов видит знак судьбы. И мечтает представить на «Евровидение» страну, откуда он родом, на конкурсе, который пройдет там, где он живет. Я живу буквально в 10 минутах ходьбы от места проведения «Евровидения». Возможно, это, конечно, какой-то хороший знак. Очень бы хотелось, правда. Пока в форумах еврофаны просчитывают шансы Курасова на победу, пресса сравнивает Влада с другим новичком белорусского финала – Вадимом Капустином, он же Исаак Найтингейл. Он родом из Москвы, работает в Берлине, сейчас живет в Америке. Сейчас у меня благополучно удается жить на два города. Это Москва, Лос-Анджелес. Опять же, гастрольная деятельность достаточно активная. Я много езжу. И это нормально, я уже привык. В российском шоу-бизнесе о Капустине заговорили после его громкого появления на шоу «Голос». Впрочем, и до голоса Капустин был успешен и знаменит. Просто не так раскручен. Я всегда старался делать то, что мне нравится, то, что мне близко. А это, конечно, не востребовано, это не массовая культура. Больше все-таки эстетская музыка. Она для, если хотите, гурманов. В Минск Вадим Капустин приехал на следующий день после эфира «Шоу «Голос», на котором стало известно – полуфинал певец не прошел. Есть немного чувства такой легкой горечи, наверное. Легкой грусти, я бы сказал. На съемках Капустин выглядел нерасстроенным. Все время улыбался и пританцовывал. Фотографировался и обменивался телефонами с другими конкурсантами. Мы поделились контактами с ним одного парня, который снимал нам большинство клипов. Режиссер Евгений Ножичкин, сейчас он Дженсен Нойн. Ну, в общем, оказалось, что у нас даже есть какие-то общезнакомые, что очень круто. Со стороны съемки визиток больше напоминали ночную дискотеку. Неоновый свет, громкая музыка и очень много танцев. У нас первая часть – это практически ожившая фотосессия. И от людей хочется, чтобы они были естественны в кадре. Поэтому приходится выдавать энергию, прыгать вместе с ними, ставить какую-то веселую музыку. И я хочу, чтобы все еще! Давай, покайфуй, покайфуй на камеру. Е-е-е, я крутой чувак. Да, да, да. И раз! Челчок. Раз, два. А теперь вот так. Хопача, хопача. Команда «Стоп» снята, прозвучала ближе к полуночи. Все это время вся съемочная группа танцевала без перерыва, не присев ни на минуту. А потом монтаж, 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 и 20 января вы все увидите. Вот так вот. Наполи обиделась на обвинение в плагиате. Не пускайте это в эфир! На форумах Еврофаны обвинили певицу в том, что она во всем копирует Шакиру. У нас Шакиры не будет, у нас будет Наполи. Наряды у Наполи Шакиры, может быть, и похожи. С каждым Евровидением платье становится короче и меньше. А вот кудряшки у белорусской певицы точно свои, натуральные. И выпрямлять их Наполи больше не собирается. Раскрываю занавес, раскрываю маленький секрет, что на сцене уже на сегодняшний день точно будет три девушки. В этом году Оля Наполи не только споет в финале, но и станцует энергичный танец. Прям развернусь на зрителя. И раз. Я уже стаскиваю? Да. Хэй, хэй. Бум. Молодец, молодец, молодец. И ты довернулась. Какая сложная конструкция. Режиссер номера – модный хореограф Роман Ковалев. Да-да-да-да-да. Ш-ш-ш. Бам. Прямо сейчас Роман Ковалев придумал мне пиджак-трансформер. Про Ковалева в шоу-бизнесе говорят, что у него легкая рука. Именно он придумал танец Алене Ланской, с которым певица победила в национальном финале. Все секреты номера Наполи не раскрывает. Но намекает, в ее танце будет фишка не хуже, чем Ча-Ча Атлантской и фирменной проходочке мистера Чизкейка. Чтобы вся Беларусь, а может быть и весь мир, потом затанцевал данное движение. До этого Наполи никогда не танцевала на сцене белорусского евро. Певица очень рискует. Все артисты знают, насколько сложно петь и одновременно выделывать хореографические па. Теперь все репетиции Наполи начинаются вот так, со скакалки. Намели мы, наливо, лениво ловили. И меняли, наливо мы вам, и меня. А любви не меняли мы, милого лили. И с командой Лиманом манили меня. Певица не скрывает, она готова на любые жертвы, только бы вскочить в поезд, который ее до Киева довезет. Вот. Вы пополнили, щи! Ага, пополнили, щи! Все, что? Да. Спасибо. У меня же в глазах побелело. Пока Уля Наполи ищет отличие себя от Шакиры, музыкальные знатоки разбирают такты и вслушиваются в каждое слово конкурсантов. Сразу три участницы национального финала споют практически об одном и том же. Нас не перепутать, потому что мы абсолютно разные. Не обратила даже внимания на то, что здесь какая-то схожесть в названии. Может быть, это и тоже зрители не сильно заметят. Мы с Настей вместе пойдем, я десятым номером и на одиннадцатом. Но такое интересное, что мы должны быть вместе, мы будем вместе. Менять слова никто из финалисток не собирается. Песня уже спета, уже нет смысла что-то менять. А что, кто-то менять будет что-то? Если уж переписывать песни, то всем. А если нет, то и петь будут вместе. Together. Внимательно слушались других конкурсантов. Возможно, у них там тоже есть слова together. Возможно, у них там есть плагиат. Музыкальный редактор Радиус ФМ Саша Белый не считает себя экспертом в плагиате. Для этого есть специальная комиссия. Искать цитаты и повторы в песнях – его хобби. Плагиат давайте оставим профессионалом, а все остальное – это удовольствие от процесса. Мы отправили на экспертизу Саше Белому все 13 композиций наших конкурсантов. И вот что узнали. Я могу сказать, что я взял разные куски. Кусок песни Nuteki, кусок песни Jonas Blue и просто их совместил вместе, чтобы они просто логично звучали. Сказать, что они идеально похожи – нет. Но гармония и какая-то музыкальная интонация – похоже. Пьяный проигрыш. Группа Nuteki взяла похожую музыку группу Coldplay. Ну вот, собственно, тут далеко ходить не надо. Конечно, это не случайно. Очевидно, что есть схожесть. И мы не пытаемся даже это отрицать. Сейчас все об этом в интернете трубят и обсуждают, критикуют. Второй песней, которая насторожила чуткое ухо музряда Белого, стала композиция Анжелики Пушновой. Здесь две песни играют полностью параллельно. И Анжелика Пушнова, и Дэнни – вот они вместе. Получается очень неплохой тамбон. Хорошо, сон, ми бемоль мажорный аккорд, у тебя си, у него до, фа, ре. Вот этот ходик был похож, реально, да. Плагиат читается, если откровенно скопировано четыре такты, насколько я помню. Но это даже не заимствование. Это просто… Да, не заимствование. Это легкое совпадение, которое… Наверное, да, возможно. Короче, нет, Саша Белый неправда. Попала в список Белого и певица Июль. В ее песне Children of the World музыкальный эксперт тоже расслышал знакомые нотки. Ну, тут поскольку-постольку уже такое. Здорово, если мы, не планируя, смогли достичь уровня Кати Пэри, по крайней мере, какой-то похожести, это очень здорово. Такие схожести вряд ли заинтересуют комиссии по авторским правам. Ведь скандалы с плагиатом на конкурсе вспыхивают каждый год. Да, да, вот он. Кстати, Монсу приписывали не только музыкальный повтор, но и плагиат-инсталляция, которую певец якобы подсмотрел у Дейонса. Однако это не помешало шведу победить и теперь пожинать плоды своего успеха. Смотрите, через неделю Никита Ходос нашел в своей песне ошибки и изменил слова. Тогда мы поменяем beautiful на beauty of the music. Зачем нотеки запели по-белорусски? И что по этому поводу думают на Ави? Мы вообще дружим, и все у нас хорошо. Все класс. Из песни слов «Не выкинешь» или «We should be together» любовь только ли к музыке связывает Анжелику Пушнову и Кирилла Ермакова. Без комментариев давайте так оставим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!